Пожалуйста, ну дай мне в долг, я все верну. С процентами. Ну, мне это неинтересно, вот и все. Ну все, вызываю тебя на испытание! Но ты говорил, что самый экстремальный житель выбирает, что будут завораживать. Он немножко на этого похож, артиста. Он такой внутренний пружинистый, такой внутренний сжатый, такой... Я ничего не понимаю, Кик! Просто отдели целые дроби и добавь знак процента. Ты серьезно думаешь, что я сдамся ради гигиены Брэда? Это вообще космический артист. Артист вообще без потолка. Кажется, меня зовет мама. Наслаждайся одиночеством! Да, брат! Ты знаешь, честно тебе скажу, я хотел бы изменить, но Миша Тихонов, дай бог ему здоровья, который позвал меня на эту роль, он сказал, что он выбрал меня, потому что как бы и сама психофизика героя, и голос, то есть я ложился на это, на все. Потому что там в оригинале тоже его озвучивает какой-то такой дядька. Не какой-то там с измененным голосом веселый мальчик, а именно дядька такой, то есть с таким достаточно сипатым, грубоватым голосом. Сама острота его поведения, сама его как бы некая такая внутри пружинистость, я бы сказал. Вот как бы Миша как бы из-за этого взял меня. Ну, я надеюсь, из-за этого. Но осталось всего 25 моторов. За 100 долларов вы посмеетесь над гравитацией. Мне нужна сотня долларов. Немедленно. Это сладкий аромат сотни долларов. Бриана, дай взаймы сотню долларов. Не шучала! Прошу, мотор единственная вещь, о которой я когда-либо мечтал. И их осталось... Осталось всего 10? Пожалуйста, ну дай мне в долг, я все верну с процентами. Не давай ему, Бриана. А что, если он их не вернет? Если ты выручишь меня, я достану пропуск за кулисы. Даю тебе нерушимое слово, сорви головы. Гюнтер, зачитай. Помню. Вот я такой человек, к сожалению, я не слежу за тем, вообще, чего я пишу, сколько я пишу, каких всех зовут. Меня иногда спрашивают, вот такой-то, такой-то артист. Я говорю, я не знаю. Ну вот он же играл, вот это его писал. Ну может быть. Не то чтобы я... Мне наплевать. Нет. Я просто в голове этого не держу, потому что если это держать в голове, ну, у меня есть что-то другое держать в голове. Правда. Я это не запоминаю, не потому что я какой-то там ханжа там или что-то еще во мне, какое-то непротивление живет. Нет. А потому что, ну, мне это неинтересно. Вот и все. Ну, мне кажется, у любого человека ему чего неинтересно, он тем не занимается. А что ему интересно, даже если это не приносит денег там или... Но ему это нравится, он получает удовольствие, он этим занимается. Но Брианна... Подождите. Кик Бутовский не вздыхает. Брианна права. Я не сдаюсь, даже если ждут серьезные последствия. Но времени мало. Мне нужен велосипед. Стойте! Нет! Я найду деньги, клянусь вам. Мы не верим словам, Кик. Уэйд, мне двойное замороженное. Адьос, девочка-опасность. Девочка-опасность? Да, это я, человек-опасность. Тройное замороженное пыхтение гепарда. Прости, человек-опасность. Но его мы больше не замораживаем. Но ты говорил, что самый экстремальный житель выбирает, что будут замораживать. Как самый экстремальный житель города, Кендалл выбрала омега-3. Замороженный омега-3? Да, это какая-то жирная кислота. Прости, Кик. Как говорят, король умер. Да здравствует король. Ты знаешь, мне много чего нравится. И помимо работы у микрофона, я стараюсь вкладываться в свою семью. Вот моя самая главная забота, центр моей жизни – это моя семья. Это моя супруга Елена Ивановна, это мои дети. Три сына у меня – Петр, Глеб и Серафим. Глеб сейчас учится на художника в Глазуновской академии. Сын-художник – это большие траты. Ну, то есть в среднем на него уходит где-то 50 тысяч в месяц. Ну, я как бы, я знаю, во что я вкладываюсь. Я в Петю так же вкладывался. Вот на что я никогда не жалел денег – это на своих детей, на свою семью, да? То есть я даже не спрашивал, сколько это стоит вообще. Папа, мне надо это или так. Это правда тебе? Да. На. Все. Потому что я могу отдать последнее. Скидзис! Привет, Расс! Я пришел забрать... Велосипед! По-моему, вы обещали починить его сегодня! Спасибо, что пропустили меня вне очереди и починили мой велосипед. Но ты даже не умеешь ездить! Зато я смотрю, ты умеешь. Боевые закуски. Вар, что хотите поесть? Сэндвич Кика, пожалуйста. Сэндвич Кика больше не делаем. Вот ныне готовим сэндвич Кэндл. Магнус, как вы могли? Как тебе мой новый шлем Кик? Хотя он мне и не нужен. Я никогда не падаю. Ну все! Вызываю тебя на испытание! Ха! На какое? На любое. Где угодно. Все, что хочешь. Я докажу, что я лучший сорви голова в малубруке. Давай, Кэндл! Ты его победишь! Сорви голова, должен знать испытание. Пружинка. Вот для себя я внутренне так решил, что он такая сжатая пружинка, которая в фильме иногда разжимается, а потом раз, опять разжимается. То есть он... Вот, кстати, это его роднит с еще одним персонажем, которого я тоже много раз писал. Это Ли, по-моему, фамилия. Он этого Шерлока Холмса играл, где вот Ватсоном была женщина-китаянка. Элементарно. Машину оставили неподалеку? А, да, тут рядом. Стойте, а как вы узнали, что... Элементарно. Штраф за стоянку, он выпал из вашей сумочки. Есть штраф, значит, есть машина. Он немножко на этого похож, артиста. Он такой внутренний пружинистый, такой внутренний сжатый, такой, и чувствуется в нем вот эта вот энергия сжатости. Очень хорошая актерская энергия, когда он недоигрывает немножко, недоговаривает, но ты чувствуешь, что внутри там просто потенциал огромный. То есть, что называется, дай ему волю, он взорвется. Но вот когда артист играет, мне очень нравится, когда артист играет на этой внутренней экономии, хотя внутри там просто вулкан. Я это вижу, я это чувствую. Вот это интересно. Ну, конечно же, причина в замечательной режиссерской работе Миши Тихонова и в том, что роли озвучивали очень хорошие артисты, кроме меня. Александр Борисович Новиков, Саша Быков, да, по-моему, Саня Быков озвучил это. Вот Оля Шорохова, блистательная просто актриса, я считаю. Саня Быков, я с ним в тюзе вместе работал, это вообще космический артист, артист вообще без потолка. То есть я попал в такую компанию замечательную, я рад и счастлив. Ммм, понятно, почему папа сходит с ума. Кик, поможешь мне на чердаке? Прости, пап, я сейчас не могу. Ну просто подстрахуй своего старика, чтобы я не упал. Ну, пап, правда, я сейчас не могу. Я помогаю Гюнтеру с домашним заданием. Я ничего не понимаю, Кик. Просто отдели целые дроби и добавь знак процента. Придётся поднимать всю эту тяжесть одному. Может, правда нужна помощь? Не разыгрывай меня! Я тебе даю, посмотрим, 2478 долларов и 63 цента. Здесь 2478 долларов и 63 цента? У меня только 11 долларов и 92 цента. Перестань, пап! Я обещал маме, что не отдам печенье. Понимаешь, сынок, я тоже дал обещание своему желудку. Отдай печенье! Он безумен! Мама права! Надо ей позвонить! Давай, давай! Ты серьёзно думаешь, что я сдамся ради гигиены Брэда? Хватит! Ты бросил в беде родного брата! Гюнтеру ты помог бы! Гюнтер! Вот, кстати, просто развивая тему, чем я ещё занимаюсь, помимо озвучки. Дело в том, что помимо семьи, как бы центр моей жизни, у меня ещё центр есть я сам. Ну, не я сам весь из себя такой, да? А вот те процессы, которые внутри меня происходят. Ну, раз я решил стать артистом, да? В восьмом классе, я помню. Выучился на него. И артист, как меня учили, это человек, который занимается своей профессией 24 часа в сутки. Даже когда спит. Он даже во снах своих остаётся артистом. И продолжает всё замечать и примечать. Ну, и, как бы, вот весь первый курс, который мы прошли, да, я его до сих пор прохожу. То есть, я до сих пор занимаюсь наблюдениями, наблюдаю за людьми, пытаюсь определить их вообще жизнь, профессию, семейное положение, там, да? Ну, вот, когда был молодым, наглым, я даже подходил и спрашивал. И, как бы, продолжаю заниматься тем, что вот первый курс, то, чем у нас учили. Наблюдать за людьми. Потом брать физические состояния, да? Потому что для актёра это очень важно. Взять очень точное физическое состояние. Это нужно и для экрана. Потому что это ты стоишь в тепле, в сухе, а артист голый, там, на него дождь падает, он весь дрожит, там, да, всё, что угодно происходит. Это надо передать. А передать это можно только силой воображения. Я этим занимаюсь до сих пор. То есть я до сих пор стараюсь, как бы, ну, вот, когда у меня есть, там, свободная минутка, там, или, там, сижу, там, книжку читаю, и даже то, о чём я читаю, я пытаюсь это, войти в это физическое состояние. Плюс есть ещё психофизическое состояние, да? То есть ты стоишь под дождём, но ты радостный, потому что там что-то случилось хорошее. Это определённое психофизическое состояние. А другое дело, ты сидишь на пляже, разомлевший, да, ну, понимаешь, у тебя случилось горе. И это тоже определённая вот эта вот такая качель, да? Её надо уметь сыграть. А уметь сыграть её только, ну, почувствовать, а почувствовать только через воображение это в себя как-то впустить. А это всё очень важно. То есть это всё помогает профессии твоей. Потом я очень люблю слушать музыку. Это великое искусство, ну, жанр искусства, которое во многом предопределило и мою будущую профессию актёрскую. И даже как бы из-за музыки я встал к микрофону. Привет, Бет, как дела? Веселей, брат, всё не так уж и плохо. Во всём есть свои плюсы. Ты можешь смотреть телевизор, играть в игры, качаться, есть вредную еду, поздно ложиться до конца лета. Это поднимет тебе настроение. Твои журналы-танкини, которые ты запрятал в кустах. Как ты узнал, где я запрятал журналы? Э-э-э, ну я... Кажется, меня зовёт мама. Наслаждайся одиночеством. Да, брат? Я не должен так поступать. Я не вынесу такого груза. Тик, ты должен помочь мне. Бри. Я этого не вынесу. Понимаю, для меня тоже. Расскажем папе. Это был твой самый долгий трюк. Если хочу войти в элиту, надо совершенствоваться. Там только лучший из лучших. И если я буду идти по избранному пути, то может однажды я сделаю трюк со всеми ними. Но сначала спать, и ничто меня не остановит. У меня появилась идея. Его идея у меня. Нет, у меня. Я придумал идеальный способ узнать, кто из вас главный. Очевидно, один из вас мой главный фанат. И пока я буду спать, вы оба должны разобраться, кто из вас действительно главный. А когда я проснусь, то отпраздную окончание трюка с победителем. Не нравится мне этот кик. Первое правило безумия логи. Если натравить одного безумца на другого, в результате получится полное безумие. Всё? Александр, гениально. Да? Субтитры создавал DimaTorzok